всем привет друзья мои и с вами я светлана ата я живу в турции около трех лет городе мерсине на побережье средиземного моря я замужем у меня двое детей и трое внуков сама я родом из грузии и батур ну так вот друзья мои познакомились подпишитесь поставьте лайки и после видео напишите комментарии что вы думаете на это насчет этого видео так вот друзья мои предыдущем видео я с вами разговаривала и обсуждала тему минусы брака за иностранцем сегодня мы перейдем к самой приятной теме для всех это плюсы ну что как говорится начнем когда я вышла замуж за границу жизнь началась столя то есть как у меня начался полнейший расслабо у меня столько было времени я сама себе хозяйка меня никто не торопит я никому не должна подчиняться могу спать до обеда могу поздно ложиться могу рано вставать я стала больше времени уделять себе как женщине я стала ухаживать за лицом за волосами я стала много гулять на свежем воздухе утром ходить на набережную часами по два-три часа ты я стала следить за за питанием своим сейчас в основном я на правильном питании но и бывает не когда я и грешу и конечно и алкогольные напитки тоже употребляю но это очень редко потому что здесь изменилась моя жизнь я перестала употреблять столько всего нехорошего что я могла позволить себе допустим у себя там но понимаете когда человек работает я не то что там алкоголик я работала в клинике у меня было очень много друзей у меня было очень много родственников у кого-то каждую неделю были дни рождения какие-то юбилей годовщины по приезду сюда я перестала употреблять алкоголь может позволить себе иногда два-три раза в месяц и если какие-то даты там с мужем иногда бывает по бокалу пива я выпью то я сразу пьянею так вот мои хорошие и мне и мне кажется что моя жизнь за границей изменилась а лучшую сторону потому что я так чувствую что я помолодела у меня настроение отличное я позитивный человек у меня рядом с золотой муж меня счастливый брак кто не сглазить у меня нормальное отношение с родственниками у меня есть достаток у меня есть дом над крыша над головой я друзья мои не думаю здесь не о том как заплатить каждый месяц за свет за газ за воду за мусор за все на какие деньги купить мне ту или иную шмотку я все это имею и я ни о чем не думал потому что там я думала я себе в чем-то отказывала чтобы купить детям и внукам здесь меня совсем полнейший расслабую меня никто не беспокоит мы живем с мужем одни вы знаете что действительно лава у меня начало здесь я поэтому обожаю турцию и мне так спокойно здесь я видно за всю жизнь я работала без отдыха а сейчас этот отдых у меня не заканчивается и это счастливее нету нет вы не подумайте я не лентяйка и я как говорится очень трудолюбивый человек потому что я нашла себя в другом деле друзья мои я всю жизнь проработала медицине а сейчас я нашла работу по интернету называется удаленная работа я долго шла к этой цели очень много изучала но в итоге я сейчас очень счастливый человек потому что я у меня появилось новое дело я совсем изменила специальность свою я училась на одну стала другим человеком менеджером по продаже я стала вы представите мне такая специально все это компании global интер го который занимается золотом то есть мы продаем золоте в интернет магазине а также мы зарабатываем золото с помощью маркетинговой и бонусной программы друзья мои это действительно я сейчас отвлеклась от темы но это действительно самая хорошая компания и вы поверьте кто то приедет сюда девочки мальчики за границу вы не сможете найти вот работу по найму пожалуйста обращайтесь ко мне я как я всем помогу если вы хотите вы станете партнером компании глобал в другом не хотите решение принимайте только вы я вас никого не заставляю потому что нужно работать действительно но я работаю в любое время дня и ночи я у меня нету начальства я никому не плачу налоги я работаю в любом месте на прогулке могу отвечать на звонки действительно очень перспективная престижная компания global интер го присоединяйтесь так вот друзья мои когда вы найдете свое любимое отдела когда вы когда рядом с вами будет любимый муж нормальный муж который вы понимаете с полуслова действительно у нас в отношениях с мужем все нормально то есть ему не нравится одно мне не нравится другое и это мы не делаем стараемся избегать ошибок и всегда мы находим компромисс если что-то нам не нравится и я вот могла бы допустим разозлиться мол я хочу и все вы должны почувствовать своего любимого человека и тогда поймете какие возможности у него и у вас будет такие же потребности так что друзья мои с переездом в турцию жизнь моя улучшилась я стала спокойнее я стала нормальным человеком чем считаю я стала настоящей женщиной я почувствовал себя женщиной потому что я там на родине была как и шаг работала с утра до вечера с утра до вечера думала за все как накормить детей как в детям отправить и внукам деньги как еще что-то работала работала а сейчас у меня здесь лапа я познакомилась очень многими людьми со всех стран мира можно сказать я они созваниваются со мной интересуется мой муж понимает меня в этом деле это мое любимое хобби мне уже просто привыкла чтобы поделиться с вами рассказать какую-то информацию показать какую-то информацию поделиться с вами опытом уже какой-то знаете зависимость от ютуба и и вы тоже когда приедете займитесь любимым делом не хотите вы работать займитесь хобби можете стать блогером как я так что девочки вы не переживайте главное самое главное чтобы вы поменьше обращали на эти минусы которые о которых я рассказала моем предыдущем ролике и больше брали позитив жизни потому что все ваших руках ваше счастье в ваших руках если вы захотите быть счастливы вы можете много чего не замечает а если вы не захотите быть счастливы вы можете капризничать и спорить и выставить свои права у вас ничего хорошего это не приведет но мы женщины после 40 которые второй раз вышли замужем уже по-другому смотрим на жизнь мы не такие горячие я так и по себе я только служу по себе прежде чем сказать что-то я например думаю несколько раз ну и богу спасибо за то что мне повезло с таким мужем который поддерживает меня он самый мой и подруга и мама и папа здесь и брат и сестра то есть он все для меня здесь а а знаете что какое удовольствие получаю что когда я выхожу или мы куда-то идем с ним он не знакомит с друзьями все на место ли как на антиквар какой-то как на дековинку потому что они думают что иностранные жены совсем другие но действительно мы отличаемся от турецких жены это я потом расскажу в другом видео еще одним из плюсом является то что мы когда решаемся на какой-то серьезный шаг то есть поменяв другую страну мы думаем всегда своих детях и родственниках и не так ли так вот вот я подумала и я своих детях чтобы мои дети изменили как на свою жизнь побывали другой стране потому что живя грузии я бы не смогла и это позволить потому что вы сами знаете очень сложно все мы живем зарплаты на зарплату все в кредитах и такой возможности у меня бы не было а сейчас я с полной уверенностью могу сказать что мои дети уже приезжали дочка с внуками надеюсь и сын сейчас скором будущем приедет если он не поедет рейс и будут приезжать здесь другая страна конечно моя грузия очень красивая но там действительно очень тяжело жить ну а здесь у них есть мама и кстати мой муж тоже отнесся твоим детям вообще мне просто слов нету он полюбил моих детей он полюбил моих внуков как своих он даже всегда говорит наши дети кому-то рассказывает из родственников друзей вот там если звонила наша дочь звонил наш сын наш сын вот это делает наша дочь вот туда пошла понимаете вот такое отношение у моего мужа к моим детям это очень большой плюс но знаете что хочу добавить еще и такой небольшой минусик или что вот когда я разговариваю с мужем да почему так быстро принял решение насчет женить да мне он не признался что мне понравилось то что у тебя нету маленьких детей да многие турки как бы нам неприятно было это слушать турки мужчины очень как-то редко и долго раздумывая принимают решение жениться вновь на женщине с ребенком ну сами понимаете с этим появляется очень много проблем ребенка надо забрать ребенка надо устроить школу не знать язык и все очень сложно и поэтому я я только говорю еще раз повторяю о своих отношениях с мужем и он мне это сказал что если бы у тебя были дети маленькие то я бы на тебе не женился вот такой вот он нехороший но он это правда действительно правда потому что у него был опыт уже турецкими женщинами он даже не после того как развелся он жил женщиной уже хотел жениться на ней у нее были маленькие дети были большие проблемы он просто сбежал оттуда были очень много ему предлагали родственники хотели его женить на женщинах с детьми он отказывался то есть второй раз женевшись мужчина очень долго думает взять ли эту женщину в жены с ребенком это действительно очень серьезный шаг и не на и не каждый на это согласиться найти контакт с маленькими детьми очень сложно эти маленькие дети ревнуют ну а если был моего мужа были тоже маленькие дети я бы тоже за него не вышла замуж и поэтому я не обижаюсь и уважаю его точку зрения почему потому что я отвыкла уже от маленьких детей у меня взрослые дети маленькие внуки я работала всю жизнь просто я морально хочу отдохнуть от всего и я раньше по другому думала кстати знаете что думаю ой лишь бы была счастливой выйти замуж и маленьких деток поссорил нет уже все жизнь настолько наказала меня как говорится очень много я пережила плохого что я боролась а встал аналоги что только вперед и теперь я хочу друзья мои отдохнуть такого же мнения и мой муж так вот мои друзья хорошие выходите замуж за иностранца потому что здесь есть и очень много плюсов потому что мой муж и турки они берут большую ответственность когда женятся я привожу пример только своего мужа я не знаю других турков но понаслышке они берут ответственность за семью и за жену они считают что они все должны сделать так что жена здесь живет как королева турчанки как королева ничего не дупи я тоже стала королевой так вот друзья мои буду заканчивать надеюсь вам понравилось видео и моими положительными эмоциями и моей энергией моим позитивом которым я хотела зарядить вас а сейчас я пошла готовить мужу ужин и если у вас будут вопросы и открыла сообщество пишите там свои вопросы есть такая рубрика ответы вопросы и мне будет очень приятно если вы поставите лайки напишите пару слов хороших комментариев с вами была святла дата пока-пока пока-пока а а а а Субтитры создавал DimaTorzok